Привет всем подписчикам и случайным зрителям моего канала. И в сегодняшнем видео мы с вами сделаем систему уклонений как в каком-нибудь соулс лайке. То есть все мы знаем эти уклонения, когда можем в разные стороны прыгать, чтобы уклониться от удара. Соответственно, вот как это будет сегодня выглядеть. И хочу сказать, что на ютубе много видео по таким вот уклонениям, но они, к сожалению, оставляют после себя много багов и вопросов. Соответственно, мой урок нацелен на то, чтобы не оставить никаких багов, и чтобы система уклонений работала в разные стороны, чтобы мы не могли эту систему зацикливать, и чтобы у нас все, в общем, работало чинно и благородно, в общем. А перед тем, как начать, я вам напоминаю про мой закрытый телеграм-чат, куда я также все анимации, которые я буду использовать в данном видео, я в этом чате, естественно, публикую для моих подписчиков. Как попасть в этот телеграм-чат, все внизу в описании по данным видео. Ну, а мы с вами начинаем. Итак, вот у меня вот здесь есть анимации, соответственно, Rolls and Dodges, да. Соответственно, в первую очередь, что мне необходимо сделать, зайти в Animations, и, в принципе, вот здесь вот есть In Place у меня. Опять же, у вас может быть какая-либо другая там анимация и так далее. Соответственно, меня интересует вот эта вот анимация, я тут повыбирал, но думаю, что вот эта вот анимация нам подойдет. Вот она как выглядит. Соответственно, как вы видите, у меня здесь это скелет из четвертого Unreal, ну, даже и скелет, и Mesh. И, соответственно, чтобы нам вот этот вот, ну, скелет, эту анимацию накинуть на Mesh от пятого движка, то мы здесь сделаем следующее. Опять же, я сейчас не буду делать Retarget именно, а просто создам, получается, вот Replace Skeleton. То есть я просто для этой анимации заменю скелет. Давайте вот это вот SK Money Queen, да, нажимаю ОК. Давайте Open. Вот таким образом у нас оно все выглядит. Опять же, тут чуть-чуть оно растянуто, растянулось. Ну, видим, да, что пузо немножко, да, длинное стало. Но, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Вот, можете сделать Retarget, и получается, там должно быть все хорошо. Так, соответственно, все, у нас есть анимация, и давайте теперь я нажимаю на нее правой кнопкой мыши, дальше Create, Create, аним, монтаж. И давайте я назову эту анимацию Dodge, Dodge, монтаж. Вот я ее переименовал, и вот, соответственно, у меня здесь Dodge, монтаж у меня здесь появился. И, соответственно, дальше мы делаем следующее. Мы заходим в Input, Actions, правой кнопкой мыши, Input, Input Action, и называю это Input Action, пусть будет Dodge, и захожу сюда. То есть мы сейчас будем делать Input, на какую кнопку именно у нас будет работать наше уклонение. Так, дальше получается, нам нужно, так, где у нас здесь Triggers, нажимаю вот сюда, None, и просто здесь Press, то есть, чтобы у нас этот Input отрабатывал, когда мы просто нажимаем на кнопку. Все, здесь мы выходим. Дальше заходим вот сюда вот, Mappings, нажимаем здесь плюс. Вместо None мы выбираем здесь вот этот Dodge. И на какую кнопку у нас будет Dodge, я хочу, чтобы у меня это было на Shift. Поэтому я просто нажимаю здесь Left Shift. И все, после этого я просто нажимаю здесь Сохраниться, и выхожу отсюда. Так, дальше я перехожу в блюпринт моего персонажа, BP Third Person Character. Ну и здесь давайте куда-нибудь вниз спустимся, сделаем здесь следующее. Получается, вот, выбираем здесь вот этот вот Input, да, то есть, вот он, Dodge. Нажимаем на него, и делаем здесь следующее. Где у нас Triggered, прописываем Play, Play Montage, вот сюда вот. Так, обязательно, чтобы у вас с анимацией работал, вот этот вот Mesh мы засовываем его вот сюда. А вот этот Montage to Play, ну, естественно, выбираем Dodge Montage, который мы создали. Компилируем, сохраняем. Ну, в принципе, давайте смотреть, как у нас теперь это работает. Нажимаю Shift. И вот мы столкнулись с вами с первой проблемой. Я могу делать уклонение на месте. Это мы дело уберем. Дальше. Здесь, казалось бы, у меня тоже все работает более-менее. То есть, я в какую сторону бегу, нажимая в любую сторону, я могу сделать Dodge абсолютно в любую сторону. Но тут есть другая проблема, которую мы тоже решим. Смотрите, в чем эта проблема заключается. Я могу делать вот такие вот, вот такие вот пируэты, да, магию. Соответственно, я могу просто зацикливать эту анимацию, и, в принципе, все. Ну, то есть, понятное дело, что это никуда не годится. Но мы сейчас с вами, естественно, все эти вопросы, моменты решим. Но, прежде чем идти дальше, хочу отметить следующее. Если у вас какая-либо другая анимация, то обратите внимание. Давайте, вот мы зайдем в InPlace, где у меня здесь моя вот эта вот анимация. Вот она. Обратите внимание, чтобы у вас, давайте я здесь нажму Root Motion, чтобы у вас здесь Root Motion был выключен. Если у вас какая-либо другая анимация. То есть, смотрите, я сейчас включу Root Motion, запускаю, и видите, что происходит. То есть, я даже набегу, у меня анимация, она на одном месте происходит. Соответственно, давайте я сейчас объясню коротко, буквально, что такое Root Motion, потому что многие не понимают. То есть, многие делают таким образом, что, ну, допустим, у них есть анимация удара, и, соответственно, персонаж Mesh, он наносит удар, он куда-нибудь сюда отходит, и потом его, как бы, капсула, которая вокруг нашего персонажа, она его притягивает обратно. Соответственно, что такое Root Motion? Root Motion это такая вещь, которая, вот смотрите, если она выключена, это означает, что, получается, наша анимация, она двигает нашего персонажа. Наверное, звучит это все сложно, но, смотрите, когда вы делаете в коде, там, я не знаю, движение вперед, то за вот этим вот движением вперед еще следует и капсула персонажа. То есть, что за капсула я имею в виду? Это вот, вот эта вот капсула, да, ну, может, у вас что-нибудь другое. Вот, то есть, вы нажали вперед, и, соответственно, капсула, она идет, как бы, за вами. То есть, ваш Mesh, он несет за собой капсулу. И, соответственно, вот эта вот анимация ходьбы, она, на самом деле, она идет у вас на месте. Она, на самом деле, идет на месте. То есть, там, как бы, работает Root Motion. То есть, ваша анимация, она к корневому компоненту, то есть, к корневой кости вашего персонажа, она, соответственно, прикреплена. Поэтому, вот так вот и получается то, что, как бы, анимация, она, на самом деле, на месте. Но, за счет того, что это у вас есть код, который, как бы, сдвигает вашего персонажа, да, по каким-либо координатам, то эта капсула, ну, как бы, она идет за персонажем. Если же вы отключаете вот этот вот Enable Root Motion, это означает следующее, что теперь, как бы, капсула, она следует за вашей анимацией, то есть, за вашим персонажем. Соответственно, вот я здесь сейчас отключил, да, и, смотрите, вот запускаю, вот бегу. И у меня капсула, она теперь вот здесь, где мой персонаж. То есть, у меня капсула, она подтянулась за непосредственно моим, вот, персонажем. Поэтому, имейте в виду. Все, здесь мы закрываем. Это буквально коротко, чтобы у вас не было там потом каких-то сложностей, если у вас какая-либо другая анимация. Итак, давайте теперь решим с вами вопрос тем, чтобы я мог эту анимацию запускать только один раз. То есть, чтобы не было такого, что я делаю ворот в воздухе. Поэтому здесь я прописываю следующее. Duance, делай один раз. Дальше, монтаж to play, я это заношу в переменную. То есть, делаю промоуту variable. И здесь делаю следующее. Прописываю здесь, получается, get sequence length. То есть, получи длину секвенции. Дальше, я здесь делаю delay, вот таким образом задержку. И, казалось бы, насколько мне нужна задержка. А вот как раз таки, на вот это вот задержка нужна мне на то количество времени, которое у нас длится анимация. В принципе, все логично. Ну и дальше, мы это все возвращаем обратно. Давайте вот так вот сделаю. Нажму здесь add reroute node. И вот сюда вот, в reset. Все, двойным щелчком, control зажимаю. Ну это просто такое. Это не обязательно делать. Это просто, чтобы вам было видно, что вообще куда идет. Вот таким вот образом это работает. Давайте нажму compile и смотрим. Вот я зажимаю shift много-много раз. И, соответственно, у меня нету такого, что я могу перекатываться, пока у меня эта анимация работает. Соответственно, следующий вопрос, который у нас на досуге. Это, видите, да, я могу делать перекаты на месте. Многие, кто делают уроки по уклонению, вот этот момент почему-то упускают. Но этот момент, я считаю, он крайне важен. Поэтому давайте это тоже сделаем. Итак, казалось бы, давайте вот логически с вами подумаем, как это можно реализовать. Ну, нам нужно сделать условие, что если скорость нашего персонажа равна нулю, то ты эту анимацию не делай. В принципе, это логично. Поэтому здесь делаем следующее. Get velocity получается. Соответственно, мы получаем скорость нашего персонажа. Дальше мы здесь прописываем вектор. Вот это получается length. То есть мы получаем длину вектора. То есть, смотрите, сейчас объясню, что я имею в виду вот этим кодом. У нас, у нашего актора есть velocity, скорость. Но, соответственно, эта скорость, она также возвращает длину нашего вектора. Потому что, когда мы идем, наш персонаж передвигается. Соответственно, он двигается относительно какого-либо вектора. То есть он имеет длину какого-либо вектора, в какую сторону он идет. Соответственно, вот таким вот образом это и работает. То есть, наша скорость содержит в себе вектор. Соответственно, вектор, вот я, допустим, нажму кнопку идти вперед. И у меня, соответственно, будет отрабатывать длина моего вектора. Насколько у меня сместился мой персонаж. И поэтому здесь делаем следующее. Ставим здесь equal и 0. Зажимаю кнопку B. Левая кнопка мыши делаю branch. Засовываю это в condition. Давайте вот это вот я чуть подвину. И вот это все вот сюда. Вот это вот сюда. Подключаем это все дело. Это вот сюда. И здесь нам нужно следующее. Здесь нам не в true, нужно здесь у нас false. То есть перетаскиваем сюда. То есть, если у нас длина нашего вектора, то есть, соответственно, наша скорость, она равняется нулю. То, соответственно, в таком случае мы идем по неправде, по false. То есть, делай всю вот эту логику. Давайте проверим, как это работает. Захожу. Вот я стою на месте. Нажимаю shift. Ничего не происходит. Начинаю бежать. И все. Прыжок у меня, ну, уклонение у меня работает. Поэтому, в принципе, вот таким вот образом. И обратите внимание, да, что сделали мы все это очень быстро. Ну, а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал. И также, если вам нужны материалы к данному уроку, в частности, анимации, опять же, призываю вас вступить в закрытый телеграм-чат. Опять же, закрытый телеграм-чат доступен, если вы задонатите мне любую сумму на Boosty от 100 рублей. Доступ будет у вас навсегда. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok